И сегодня мы продолжим говорить на эту тему, искусство жить вместе, и мой следующий подраздел, о котором я бы хотел сегодня говорить, поиск и принятие. То, что я вижу очень важное в жизни человека, когда человек находит другого, и я говорю сейчас не только о семье, хотя, конечно, для меня важно делать ударение на семью, но я говорю не только о семье, я говорю о дружбе, я говорю о партнерстве, я говорю о команде, я говорю о совместном служении, я говорю о реальных, тесных взаимоотношениях с другим человеком. И вот такие взаимоотношения, они не рождаются одномоментно, быстро. Есть какой-то поиск, есть какой-то процесс принятия, даже когда нам кажется, что уже, в принципе, вопрос завершенный, но внутри этого вопроса ты продолжаешь видеть необходимость развития. Поэтому сегодня мы более подробно остановимся, я поделюсь с вами некоторыми мыслями и молюсь, чтобы Дух Святой помог вам растворить эти мысли и применить их в практике для себя. Мы берем за образ взаимоотношения, взаимоотношения Бога и человека, как это происходило и происходит, мы берем из книги «Бытие», «Начало», и там я сегодня также остановлюсь на нескольких стихах. «Бытие», 2 глава, с 18 по 25 стих. И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было ей имя. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его, закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человеку, «Вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей она будет называться женой, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одноплоть, ибо ли оба наги, а дам жена его, и не стыделись». Если вы достаточно уже давно в церкви или, может, даже с рождения вы во Христе Иисусе, в церкви, в вере, часто слышали или сами читали эти стихи самого великого, что произошло, наверное, на этой земле до пришествия Иисуса Христа. Это создание нового человека, женщины, Евы, создание семьи. Это удивительный, уникальный момент, потому что до этого такого не происходило. Во всяком случае, если опираться на слова Иисуса, когда к нему подошли саудукеи, пытаясь оспорить вопросы воскрешения и жизни вечной, он говорил, они ему приводили, что от чьей женой она будет, он говорил, что там нету этого процесса женитьбы, замужества, то есть в жизни вечной. Это говорит о том, что в небесном творении, до сотворения Евы, в принципе, этих процессов не было таких, в таком виде. Поэтому я говорю, что это уникальное творение, это что-то новое, не просто в пределах человеческого бытия, это что-то новое было произведено в пределах вечности, в пределах всемогущности, и на это важно обратить внимание. Итак, давайте поговорим о поиске и принятии. Когда мы выбираем людей или когда мы ищем людей, которые могут быть рядом с нами, как я уже сказал выше, мы можем говорить о муже, о жене, мы можем говорить о друге или подруге, мы можем говорить о партнере или человеке в твоей команде, который будет с тобой тесно работать. Первое, что необходимо понимать, когда мы желаем кого-то привлечь, нужно дать ему инициативу. Когда Господь ожидал, что человек будет в его команде и будет в процессе формирования земли, он дает инициативу человеку, то есть он не оставляет его безучастным, он не просто формирует его путем, что он посадил его за парту, и он теперь ему рассказывает, какие минералы, какие химические соединения, какие физические законы, какие биологические законы. Он не посадил его за парту. Господь, желая видеть человека своим партнером, он дает ему возможность проявить инициативу. Каким образом? Он выделяет его, и он начинает подводить, как написано, «Господь образовал и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их». Если вы на самом деле хотите, чтобы с вами был рядом человек, не просто ваш работник, который работает на вас, зарабатывает вам деньги, а вы покупаете платья, покупаете еще что-то, когда вы ищете не просто человека, который будет обслуживать ваше видение, а станет частью вашего видения, если вы не доверите ему инициативы изначально, вы не поймете и не сможете потом регулировать процессы, которые будут происходить в дальнейшем. Прежде чем Господь дает огромное управление человеку, он начинает с того, что он приводит к нему всех, и он смотрит, как он называет тех, кого он подводит. Какой это урок для нас? Что мы можем для себя вывести из вот этого урока? Имена, которые мы даем событиям, проектам, или чему-либо, или кому-либо, показывают внутреннее течение мысли. Когда мы позволяем другим людям входить с нами в какой-то проект, и мы открываем им определенные процессы, мы допускаем их до определенных процессов, было бы хорошо послушать, как они определяют это, как они дают заключение тому или другому. Потому что от этого мы будем понимать и видеть вообще их внутренний мир. Образы, которые открываются именами, проявляют внутренние интуитивные эмоции, и в будущем будут решать, точнее оказывать влияние на решение и на модель управления. Давайте остановимся, чтобы было более понятно. Необходимо обращать внимание, например, для вас какие-то процессы важны. Вы уже в этом процессе определенное время пребываете. Возьмем Екатерину, вот она там в конце зала сидит, для нее театр важен. И она берет человека, который понравился, и приводит его в театр. И было бы хорошо послушать, как он определяет это. Потому что его определения будут буквально говорить о внутреннем отношении, о образе его мышления. Это показывает его внутренний мир, его внутреннее состояние. Какими именами он наделяет? Когда ты приводишь человека к себе домой, когда ты знакомишь человека с родителями, когда ты знакомишь человека с учением, когда ты знакомишь человека с видением, Господь приводит животных к человеку, Он дает им имена, и Господь смотрит, как человек. Вот образность мышления человека, что внутри него, как он определяет то или другое. Мы иногда, я останавливаюсь на этом подробно, потому что мы иногда не обращаем на это внимание вначале, а потом мы это изменить не можем. Нам казалось, тогда он просто шутит. Вот привела Катерина его в театр, да все здесь клоуны и еще что-нибудь такое. А он просто пошутил. Да, он не пошутил, он будет так потом относиться к тому, что ты ценишь, что ты любишь. Он уже определил. Да, это вот его единомоментное сегодня такое состояние души, когда он в принципе определяет имя тому, что ты создал, что дорого для тебя. Когда человек входит в наши дела, и мы даем ему определенную инициативу, и он начинает называть то или другое или третье, мы уже на начальном этапе можем определиться и понять вообще, стоит дальше с этим человеком развивать отношения, или стоит их завершить, пока не было слишком глубоких ран. Обращайте внимание, когда вы ищете людей, чтобы эти люди были вашими партнерами, или особенно, если мы говорим о семье, о муже или жене, необходимо смотреть. Когда человек определяет общественные действия, семейные ценности. Еще одну сестру вспомню, когда готовился, просто вспомнил без имен. Достаточно много лет назад с одной сестрой разговаривал. Сестра хотела выйти замуж, но вот так определяла семейную жизнь, точнее, воспитание детей. Почти буквальная фраза дословная. Это что, он будет ездить, а я с его детьми дома сидеть буду? Определение семейных ценностей, определение общественных действий, если вы не будете обращать внимание, какими именами, если он говорит, что вокруг все У, все К, и С, и другое, и все у него плохо вокруг, вы не думайте, что все вокруг плохо, а вот вы как-то будете таким светилом лучезарным, который не будет вот в этом его темном мире. Вы будете поглощены этим темным миром точно так же. Те имена, которые он дает, эти имена будут параллельно потом приходить и к вам. Очень важно понимать, это важный, это начало очень важного проекта. Если вы выбираете человека, иногда люди смотрят к себе в компанию, или давайте в бизнес, скажем, в партнерство, в служение. Когда я разговариваю с человеком, и я ожидаю, что человек будет служить рядом со мной, мне на самом деле не так важно его библейское образование в смысле теологического образования, что у него там институты за спиной. Мне даже не так важно его профессионализм. Все это можно постепенно доработать. Мне важно, как он называет спасение. Мне важно, как он относится к грешникам. Мне важно, как он относится к церкви. Мне важно, какими именами он называет те ценности, которые для меня являются ценностями. И если имена, которые он дает этим ценностям, неприемлемы, этот человек не сможет быть со мной в команде. Не потому, что он плохой человек, а потому, что наши определения расходятся. Поэтому, если вы ожидаете, чтобы рядом с вами был человек, дайте ему инициативу, позвольте ему говорить, позвольте ему выражаться перед вами, приведите его в то, что дорого вам, и послушайте, что он говорит об этом. С этого началось взаимоотношение, когда Господь приводил и говорил человеку, чтобы он давал имена. Евангелие Луки, 6 глава, 45 стих. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца, говорят его уста». Если вы думаете, что его уста говорят об этом злое, но на самом деле он добр, вам надо молиться и выходить из обольщения. Если вы слушаете человека, и он постоянно выливает на вас зло, вот вы о чем не говорите с ним, вот финал один и тот же. Начинаете за здравие, заканчиваете за упокой. Это говорит о том, что сердцем этого человека в данном вопросе что-то непонятно. Ему нужно дать время разобраться. Я не говорю, что на человеке на одном или на другом надо поставить крест. Я не говорю, что это его зафиксированная фаза. Я говорю о том, что ему нужно развиваться. Я говорю, это анализ состояния человека в данный момент. Точнее, можно сказать, это его определенная готовность, но об этом мы чуть позже еще поговорим. Если он высмеивает, грубо выражается, или наоборот что-то одобряет, о чем-то говорит с завистью, или о чем-то говорит с трепетом, это показывает его внутренний мир, его реальные отношения. Поэтому, если себе записываете, если вы в чате записываете, напишите имя. Пусть даст имя. Когда он даст имя, вам поможет разобраться это со многим. Как я уже сказал, этот мир может развиваться, но вы поймете, в каком состоянии человек находится. Иисус говорил образами. Он старался представить всегда визуальную информацию. Вот везде, где он проповедовал, везде, где он пытался подчеркнуть какую-то важную социальную, духовную черту, он начинал говорить притчами, он начинал визуализировать, он начинал показывать, он начинал подчеркивать это через определенный образ. В Евангелии Матфея 13,34 написано «Всё сие», там говорится выше притча о Царстве Божьем, «Всё сие, и Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им». Он старался обратить внимание на самое важное. И это помогает нам понять и увидеть, как он мыслит, его внутренний мир, его оценку. Он дает притчу, притчу о израненном человеке, когда он говорит о ближнем. Он дает притчу о плевелах, он дает много-много-много разных притч. И эти притчи, они помогают нам проникнуть вовнутрь его мышления, осознать, что для него важно. Например, когда он исцелил в субботу, его начинают за это упрекать, он дает им как бы такой пример или притч. Он говорит, если вы идете, в субботу ваш осел падает в колодец, неужели вы не вытащите свое животное? И он начинает подчеркивать, то есть он дает образ, и через этот образ он определяет внутреннее состояние. Когда мы желаем видеть рядом с собой людей, с которыми мы будем разделять наши тайные мысли, мы будем с ними разделять наши мечты, мы будем делиться с ними нашими перспективами, видениями, откровениями, нам важно знать, а вообще чем наполнен их внутренний мир. И притчи, вот эти вот образности, события, дела, которые нас окружают, как они реагируют, как они ведут себя в том или ином, это хороший показатель, как он будет в дальнейшем себя вести. Не буду приводить песни разные и так далее, которые некоторые классики пели на эту тему, о проверке друзей, но хочу подчеркнуть и оставить это, что важно видеть, как человек относится к образности жизни и не воспринимать это как легкомыслие, а воспринимать это как внутренний мир человека, с которым вам вот этим внутренним миром потом нужно будет взаимодействовать. Важно подчеркнуть, что креативность, которую Адам проявил, а он назвал достаточно большое количество, и для этого нужно творчество, нужна способность, развитая способность человека называть и давать имена. Как я уже сказал выше, это не просто имена, набор букв, это определенная такая образность мышления Адама, это когда он смотрел на повадки животного, на его вид, и он давал им имя, исходя вот из такого своего внутреннего понимания. Это творчество. Когда мы говорим о творчестве, когда мы говорим, что человек, он как-то что-то называет, как-то что-то говорит, как-то что-то определяет, нужно понимать, что творчество – это не то, что эволюционировало в человеке. То есть, что человек родился таким вот, каким-то неандертальцем, а потом вдруг как бы стал великим, знаменитым художником. Он родился таким, он уже с этим родился, это уже в нем было. Адам уже был таким, первый человек уже был способен делать это. Когда мы говорим сегодня о творчестве, и когда мы видим, что человек, он проявляет такую креативность, иногда грубую, иногда очень упрощенную, иногда романтическую, иногда возвышенную, но вот все, что мы видим, надо понимать – это дух, это вдохновение. Откуда у Адама было вдохновение? Бог дал ему дыхание. От Бога пришло вдохновение Адама. То есть, когда Господь создал по своему образу, Он дал ему свой дух, Он дал ему свое дыхание. От этого дыхания пришло вдохновение, пришла креативность, пришла способность к творчеству. Когда вы разговариваете с человеком, когда вы его допускаете до своей жизни, до ценности, до служения, до бизнеса, или еще до каких-то более глубоких, когда он что-то определяет, вот с таким определенным творчеством, надо понимать – он вдохновен чем-то, то есть что-то вдохновляет его. И если вы видите грубость, пошлость, если вы видите оскорбительность, если вы видите какие-то такие процессы, то надо понимать, что это не просто баловство, он вдохновлен этим. Это вдохновляет его. Чуть еще разверну это, чтобы было понятно. Если вы видите, что человек замечает какое-то действие, или то, что вы ему показываете, или то, что вы ему говорите, и он реагирует на это определенным образом, он вдохновлен тем, или вдохновен тем, что потом будет его вдохновлять и в других ситуациях. И эта реакция будет такая же. Он этим вдохновляется. Это как бы подпитывает его эмоции, это подпитывает его душу. Ему нужны глубочайшие перемены в изменении духовного состояния своей жизни. Ему нужно изменить источник своего вдохновения. А это возможно только, когда человек полностью обращается к Господу. Евангелие Матфея, 6 глава, 22-24 стих. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Вот вдохновение, оно будет вам показывать вот эту глубинную суть человека, чем он вдохновляется во взаимоотношениях. Если его только деньги вдохновляют, это будет и дальше. То есть пока это будет определенная прибыль, он будет вдохновен с вами, как-то будет развиваться. Но если это уйдет, то уйдет. Если он сексуальностью вдохновлен, он также будет вдохновляться этим. Но если это где-то на какой-то момент перестанет, он потеряет вдохновение, и вы перестанете быть ему интересным. От какого духа зажигается человек? Что вдохновляет его быть рядом с вами? Для меня, как для пастора, очень важно, чтобы человек рядом со мной был вдохновен не просто моими проповедями, чтобы он был вдохновен Господом, чтобы у него была страсть спасать людей, строить церковь Христова, служить Богу, делать, если нужно, это бескорыстно, иногда по 12-16 часов в день. Если он вдохновен служением Господу, мы сможем двигаться вместе. Если он вдохновен моими проповедями, сегодня у меня хорошая проповедь, на его взгляд, завтра не такая хорошая проповедь, он теряет уже вдохновение, и он уже занимается другими вещами. Нам ясно надо понимать источник вдохновения человека, который рядом с нами, и понять, это не эволюция, не надо думать, но он сегодня вдохновился моей сексуальностью, а завтра ему будет нравиться мой ум. Дорогие сестры, не заблуждайтесь, ваш ум ему никогда не понравится. Если он изначально этим не вдохновен, он этим вдохновляться впоследствии не будет. Смотрите на источник вдохновения и определяйте по источнику дух. Если этот дух темный, надо понимать, не может человек служить двум господам. Если он этим вдохновен, он будет вдохновляться и дальше этим. Ему нужно менять источник. Если вы хотите, чтобы этот человек был рядом с вами, не спешите вступать во взаимоотношения с таким человеком, помогите ему изменить источник. Я не имею в виду сейчас, что сестры должны братьям помочь изменить источник. Не об этом. Я говорю, наверное, больше сейчас к партнерам, к друзьям, к бизнесу, когда мы можем какие-то вносить перемены и говорить, послушай, да, мы делаем с тобой бизнес, но наша основная идея не в том, чтобы заработать много денег и жить потом где-то на берегу моря. Если это то, что тебя вдохновляет, мне вообще с тобой не по пути. Я хочу сделать этот мир лучше. Я хочу вложить свое творчество, свой потенциал, сделать жизнь какого-то человека легче. Я хочу, чтобы те финансы, которые мы сможем заработать, мы смогли аккумулировать их для развития юных новых талантов. Если рядом с вами человек неправильно вдохновлен, то он неправильно будет и двигаться вместе с вами. Поэтому помогите ему изменить источник его вдохновения. Если он не изменит источник, у вас, скорее всего, на определенном этапе будут серьезные разногласия и, возможно, потом разрыв взаимоотношений. Поэтому проверьте, что человека зажигает. Театр его зажигает, Слово Божье зажигает. Что еще его зажигает? Когда мы видим, как человек раскрашивает окружающее и видим его вдохновение и дух, который диктует его творчество, для нас становятся более предсказуемы и последующие алгоритмы его действий. Можно сказать так. Ну, зачем вот такое вот исследование? Давайте просто будем доверять друг другу. Ну, это необоснованное выражение. Это такой романтический конь, который несется в пропасть. Если я вам скажу сегодня, ну, если вы такой... Поверьте, вот Семен сидит напротив меня, дяком нашей церкви, сказал, брат Семен, вот если ты хочешь без исследования доверять человеку, возьми деньги из своего кармана, положи на стул как бы, ну, мы будем просто всем доверять. И не обижайся потом, что если эти деньги со стула куда-то сделали, ноги ушли. Человек разумный и так поступать не будет. Почему? Потому что если для нас что-то является ценностью, мы хотим исследовать людей, которые рядом с нами, и знать. Если вы вкладываете в какой-то банк, в какую-то инвестицию, вы хотите знать, насколько надежный этот банк. Вы хотите исследовать. Если вы хотите этот огромный потенциал взаимоотношений, вы поймите, отношения, они или будут опустошать вас, разрушать, будут красть ваше время, будут забирать ваши таланты, будут откидывать вас на годы, или это будут те отношения, которые будут продвигать, которые будут помогать вам инвестировать ваши дары и таланты. Огромная разница, когда есть правильные и неправильные взаимоотношения. Исследование важно. Давайте посмотрим с такой точки зрения. Разве Господь нас не знает? Ведь Господь знает все. Конечно, Он знает нас. Но разве Господь не испытывает нас? Написано, что Он испытывает нас. Он испытывает сердца человеческие. Хотелось бы сказать, зачем ты же так меня знаешь? И да, и нет. Потому что в определенном состоянии мы одни, а в другом состоянии мы другие. Все спокойные, пока денег Семена нет на столе, пока я просто об этом говорю. И совсем другое начинает проявляться, когда деньги реально здесь лежат. Потаенные мысли, определения, желания человека проявляются в определенные моменты. Поэтому, когда мы даем человеку инициативу, когда мы допускаем его до определенных дел, даем ему какие-то проекты, смотрим на исполнение этих проектов, мы можем видеть, что на самом деле в глубине человека творится. Притча 20 глава, 27 стих. «Светильник Господен – дух человека, испытующий все глубины сердца». «Светильник Господен – дух человека». То есть, в ком-то обнаруживается, как в Данииле, высокий дух, а в ком-то обнаруживается малодушие. Когда мы доверяем человеку какие-то проекты, какие-то дела, ставим его в определенную ситуацию, светильник начинает гореть. Когда светильник начинает гореть, ты начинаешь видеть, а что реально в человеке, вот что реально в его сердце находится. И это помогает нам вовремя сделать какие-то процессы, какие-то перемены, какие-то решения, которые для нас в дальнейшем будут в благословении, в построении взаимоотношений. Когда Иисус ходил со своими учениками, иногда Он задавал им провокационные вопросы апостолам, чтобы видеть, в каком состоянии они находятся. И они по-разному себя проявляли. Иногда хорошо проявляли, иногда не совсем хорошо себя проявляли. Господь давал им вопросы, и эти вопросы, то есть Он давал им инициативу. Например, люди разбегаются от Иисуса, потому что Иисус начал учить о крови и плоти своей. Он обращается к апостолам с провокационным вопросом. Он говорит, не хотите ли и вы оставить Меня? Вопрос. Который теперь им надо ответить. Если до этого они что-то могли думать, вы знаете, пока нас не спросили, мы можем думать. А когда мы нас спросили, нам уже надо свои мысли перевести к знаменателю, нам надо ответить. А что, мы об этом на самом деле думаем? И Петр говорит, у тебя глаголы жизни вечной. Куда нам идти от тебя? В другой раз он спрашивает, за кого почитают Меня? Они говорят, за того, за того. Потом он обращается к ним. А вы, вот вы за Мною идете, вы за кого Меня почитаете? И снова Петр начинает говорить. Но были и другие моменты, когда ученики, они не понимали слов Иисуса, когда Он говорит о закваске фарисейской. Они думают, слушай, мы опять вот, опять прокол, опять хлебов с собой не взяли. Иисус голодный, опять на нас злой, опять будет здесь вот ругаться сейчас на нас в лодке, нам деваться некуда, будем вот ворчание Его слушать до следующего берега. Я, конечно, утрирую. Но они не поняли того, что говорил Иисус. Они неправильно реагировали. И Иисус, когда видел, что они неправильно реагируют, Он начинает им растолковывать, Он начинает им объяснять, да нет, я вообще не это имел в виду, я вообще другое имел в виду. У меня тоже так бывает со служителями. Иногда говоришь, а они что-то свое думают, у них вот своя там абавагадейка, у них свой алфавит, и потом ты понимаешь, что их алфавит вообще как бы, ну, инакоязычный, и ты начинаешь объяснять. Нет, это не это я имел в виду, а вот это, вот это и вот это. Это помогает нам понять готовность человека, когда мы задаем вопросы, когда мы говорим какие-то вопросы, когда иногда нужно задавать провокационные вопросы. Это не в том, что мы подозреваем. Поймите, я не учу вас, как бы, вот, ну, искусству тайных агентов. Я не хочу, чтобы вы были таковыми. Я не хочу, чтобы вы подозревали кого-то. Я просто говорю о том, что было в Евангелии, что Иисус иногда так поступал. Иногда хорошо задать человеку вопрос и услышать от него ответ, потому что это показывает, как эхолот, насколько этот человек вообще близок к вам. Если ты задал вопрос, а на вопрос ответа нет, ну, наверное, или он летит, как бы, вот, как-то далеко, наверное, еще расстояние достаточно большое, еще человек очень туго понимает, что вообще является ценностью для тебя. Когда вы задаете такие вопросы, они проявляют готовность. Готов ли человек идти и следовать вместе с вами? Готов ли он стоять рядом с вами? Готов ли он к тому, к другому? Когда мы венчаем, мы же задаем вопросы. Как пасторы мы задаем вопросы. Готов ты в радости, в счастье? Готов ты в болезни, в горести? Провокационный вопрос, на который, конечно же, молодые говорят, да, аминь, аллилуйя, а потом уже слова не убрать из песни. Надо за них уже будет нести ответственность. Задавайте вопросы, проверяйте готовность человека. Когда наши слова перед Святым Духом, они имеют обратную связь в том, что Он определяет, да, мы готовы, вот эта обратная связь, она моментально приходит. Помните, когда я уже употреблял этот сегодня момент, когда Петр сказал, ты Христос, ты Сын Бога Живого. Что произошло? Вот Дух Святой дает моментальную реакцию Иисусу Христу. И Он начинает давать Ему имя, Он начинает давать Ему определение. Вот такие вопросы, если они отвечаются правильно, они дают обратную реакцию, они обратное дают благословение, они определяют человека в новом статусе. Если вы задаете такой вопрос, и вы получаете правильный ответ, и вы понимаете, что это ответ от сердца, это поможет вам более быстро сократить дистанцию взаимодействия. Когда я могу, конечно, сейчас служители слушают меня, думают, вот будем хоть знать все секреты, что там пастор, какие психологические опыты над нами ставят. Когда мы разговариваем с человеком, мы говорим, например, о какой-то задаче. Вот есть задача, ее нужно решить. И человек определяет эту задачу как проблема. Вот если человек определил эту задачу как проблема, значит, с этим человеком точно эту задачу решать не надо. Потому что он будет мучиться от этой проблемы. Иногда вот мы мучаем людей и сами себя. Ставим куда-то какого-то человека, на какой-то определенный объект, на какое-то дело, на какое-то задание. А он изначально это определил как проблема. То есть для него это изначально проблема. А потом мы ожидаем от него результатов. Как-то обижаемся, что этих результатов нет. Вы доверили человеку проблему. Он же сказал, для меня это проблема. Зачем вы пытаетесь его впихнуть в эту проблему? Он и будет обращаться с этим как с проблемой. И это станет проблемой для вас. Если для человека дети проблема, а вы хотите построить семью и родить детей, ну вы задумайтесь вообще как бы, у вас есть какое-то соотношение ценностей вообще? Если вы человеку говорите о каком-то процессе, о каком-то деле, это важно для вас, это ценно для вас, вы хотите это продвигать, у вас есть креатив в этом, у вас есть мысли в этом, а человек, у него руки опускаются, глаза поднимаются, вздох. Не надо с этим человеком. Надо искать другого человека. Я не говорю сейчас уже о состоянии. И да и в семье будьте мудрыми. Есть вещи, которые уже могут люди быть долгие годы в браке и не понимать. И вот знаете, как эти, над куклой Вуда издеваться. И снова ему это дело, и снова ему это, ну-ка решай эту проблему. Да ты видишь, она не может, он не может. Что ты ему, ну, подпихиваешь-то в свое время это. Ты же знаешь, что это проблема. Не в радость это абсолютно. Я не говорю сейчас о дисциплинировании плоти, о ответственности. Я говорю о том, что можно распределить нагрузку внутри семьи так, чтобы не каждый решал проблемы, а чтобы каждый был вдохновен тем, что ему нравится, у него получается, он реально это может делать. Это избавит от многих трудностей. В послании к Оринфинам, первом, третья глава, второй, третий стих. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете. Павел говорит, я не мог с вами серьезно разговаривать, потому что ваша обратная связь, я вам говорю о духовном, вы мне о плотском, я вам говорю о молитве, вы мне говорите, спать хочется. Я вам говорю, служить людям надо, вы говорите, они вообще проблемные, трудные, я вообще их видеть не хочу. Я говорю вам о грешниках, которых спасать надо, вы говорите, да они воняют, я с ними рядом стоять не хочу. Мы говорим о собрании в церкви, и можно много о чем говорить. Павел говорит, я не мог от вас получить нормальные обратные реакции, из-за того, что от вас не было нормальной реакции, Я не смог с вами говорить на уровне вашей готовности, вы еще не готовы говорить об этом. Проверяйте уровень готовности, имейте эти вопросы и ответы. Ну давайте поспешим дальше, а то я уже 35 минут отпроповедовал. Чем выше ценность проекта, тем более важно понимать готовность. А когда мы говорим о семье, а семье это вообще самая высокая, я считаю, оценка, потому что когда мы говорим о замужестве, о женитьбе, это буквально отдать свою жизнь другому. То есть ты отдаешь свою жизнь в распоряжении другого человека. И если ты не исследовал, не имел какой-то мудрого подхода к этому, у вас получится во имя Иисуса Христа. Я верю в ваш потенциал, но вам будет трудно. Итак, перейдем к следующей мысли и поговорим о принятии. Сейчас некоторые сестры, наверное, особенно вдохновятся. Возвращаясь в книгу «Бытие», когда все уже прошли перед человеком, а он грустный сидит, написано там «И не нашлось подобного». Вот уже все мимо глаз твоих прошли, а подобного не нашлось. Ну, нету столь же умного, красивого, талантливого, духовного, значимого. Вот человек сидит и грустит. Человек или человечище, я не знаю. Нет подобного мне. В единственном я экземпляры такой. Господь начинает решать эту проблему. Напиши, начинает решать проблему. Если вы в таком состоянии, что перед вашими глазами уже прошли все и не нашлось подобного, это говорит о том, что процесс сочленения очень непрост. Он говорит о том, что нам тяжело найти того, кого мы признаем равным себе, и это абсолютная правда. Нам тяжело впустить человека в свою жизнь, и чем дольше, чем дольше вы живете, тем труднее это сделать. Потому что вам придется признать, что кто-то на этой земле равный вам. Не дай Бог выше, я не говорю об этом, выше не бывает. И у братьев, и у сестер выше не бывает. Но вот уже практически дотягивает до вашего состояния. И вот признать, что есть на этой земле равный вам, тяжело. И мы поговорим чуть-чуть еще о поиске. Когда мы говорим о вопросе соединения, сочленения, почему нам тяжело признать другого человека равным себе, очень образно и при этом очень точно говорит апостол Павел, первое послание Коринфянам, 7 глава, с 3 по 5 стих. «Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Если мы говорим о семье, это буквально ты перестаешь владеть своим телом. У твоего тела появляется, вот у меня здесь прекрасная семейная пара, пастор Антон и Светлана. Вот пастор Антон не владеет своим телом, его телом теперь владеет Светлана, а Светлана тоже не владеет своим телом, им владеет Антон. И нам это не нравится. Да кто он такой, чтобы владеть моим телом? Это мое тело. Я его до 30 лет холила, лелеяла, тренировала, украшала. А теперь что, вот так вот просто подарить? А его-то, ну я присмотрелась, потом в конце концов, ну какой-то неполноценный обмен получается. Он со своим телом непонятно что доделал до 30 лет. Спасибо за вашу обратную реакцию. Даже сквозь маски. Вы уже улыбаетесь не только глазами. Итак, когда мы говорим о таких глубинных сферах личности, нам тяжело допускать человека, если мы говорим о бизнес-партнерстве. Ведь это надо открыть все финансы, все финансовые обороты, все возможности, все, что у тебя есть. И когда мы говорим о том, что кто-то начинает владеть частью глубинного, внутреннего, интимного, то, что для нас дорого, ценно, нам тяжело, потому что нам нужно признать и поставить его на равных собою. Поэтому часто мы смотрим на свою жизнь, и мы видим, что не нашлось подобного ему никого. Иногда мы можем чувствовать в таком состоянии разочарование, потому что в ближайшем своем окружении не находим таких людей. И вот моя цитата, не нужно бояться этого чувства и воспринимать его как сигнал к обреченности на одиночество. Я такой совершенный, что я обречен на одиночество. Это не от Господа. Это не Дух Божий говорит в тебе. Убирайте эти чувства. Да, вы сегодня огорчены, что в вашем ближайшем окружении нету подобного вам. Но есть, я вот такой взял аналогию нашего тела. Вот в нашем теле есть органы, есть сочленения, которые растут рядом друг с другом. Они буквально соединены, голова и шея, позвонки между собою. Но есть органы и члены нашего тела, которые растут в одном теле, но на определенной дистанции. Они соединены системами нервными, кровоснабжением, многими другими. Но, по сути, они растут какое-то время, даже не подозревая о существовании друг друга. И вот если взять аналогию тела, то мы можем видеть, что Господь что-то уже поместил, тело растет. И даже с ростом кажется, что эти органы или члены становятся дальше друг от друга. Но когда тело приходит в совершенство, мы начинаем чувствовать, понимать и осознавать значимость и чувствовать близость того, что нам необходимо. Вот эту аналогию я бы хотел привести вам в понимание, есть ли вам в этой церкви и ближайших наших церквях не нашлось подобного. Есть глобальное тело Христово. Есть тело Христа, которое лежит за пределами нашего города и нашей области. И мы соединены единым Духом Божьим. Господь продолжает работу. Не подайте в уныние. Не думайте о том, что вы единственные, нет подобного, есть подобные. Нам не надо, конечно, полагаться на свою силу. Нам нужно доверять Господу, что если мы что-то не видим, это не значит, что чего-то нет. Если мы кого-то не видим, это не значит, что его нет. Иногда Господь дает сон. И определенное время мы находимся в состоянии неведения. Но в это время Бог творит. Напиши, Бог творит. Бог творит мужа будущего, жену будущую, друга, партнера, сослуживца. Это у Бога есть. Мы соединены Духом Святым с Церковью, не только поместной. И Господь обязательно поможет нам. И завершая, вот уже буду совсем пытаться завершать, четвертый лист у меня остался, последний. И поиск Адама завершился признанием идентичности и словами завета. Вот когда мы находим, или когда мы встречаем, или когда мы осознаем, что да, это тот человек, который будет рядом с нами, это должно завершаться словами идентичности, признанием идентичности и словами завета. Если мы не делаем этого, если мы как бы отодвигаем это в сторону, мы не увенчаемся успехом. Если он на самом деле признал идентичность, если она на самом деле признала идентичность, есть замечательное слово, которое определяется как любовь, которая ведет к завету. Если человек не готов говорить слова завета перед священником, перед пастором, значит, это все еще не настоящее, значит, это все еще неправда, значит, это пустые слова. Если он признал тебя идентичной, если она признала тебя идентичным, если это глубокое чувство, которое определилось как любовь, то это должны быть слова завета. Если это не слова завета, тогда не надо этого человека допускать до глубинных сути своей личности. Он еще не готов. Прославление. Выходите уже, вдохновляйте, пожалуйста, нас своим присутствием. Можно сказать, ну это просто слова. Знаете, некоторые говорят, да что вот эти вот кольца, это же просто кольца. У нас такая сильная любовь, мы просто будем жить вместе, детей рожать. Это не просто слова. Давайте поговорим о вашей работе. Дмитрий вот работает. Не так далеко сидит его начальник от него. И его начальник приходит к нему, Дмитрий, с завтрашнего дня твоя зарплата будет 500 тысяч рублей в месяц. Аминь, сказали. Дмитрий обрадовался, думает, ну, ну вот молился, ну дал ведь Господь такого начальника. Золото, а не начальник. Приходит Дмитрий получать зарплату, ему выдают 50 рублей. Дмитрий смотрит, а что это за любовь-то такая? Говорит, так это же просто слова. Они же ничего не значат. Слова много значат, когда эти слова касаются ценности. Если мы говорим о реальных ценностях, мы придаем значение словам. Слова поднимают людей на подвиг. Слова изменяют личности. Слова производят спасение. Слова возбуждают любовь. Если нету правильных слов завета, нету никакой любви. Все это пустое. В Деянии апостолов 11-14 ангел сказал Корнилию, Он скажет, он говорил о Петре, Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Это не просто слова. Это слова, которые спасут тебя и весь твой дом. Это слова, которые будут как гвозди. Они соединят небесное и земное. Если человек не готов признать идентичность и сказать слова завета, значит еще он не готов к серьезным взаимоотношениям и нужно повременить. Доверие приводит к совершенству. Так что мы реагируем на определение другого, как на свои. Когда мы читаем в книге Бытие, Адам говорит эти слова, идентичности слова завета, мы не видим, что Ева говорит эти слова, но мы осознаем, что Ева принимает эти слова. То есть доверие, которое было у них между друг другом, оно было уже на таком уровне, когда Он говорит, а она принимает. То есть эта идентичность, она не просто выраженная словами, она реально выражается делами. Откровение 22, 17 И Дух и Невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И Дух и Невеста говорят, приди. Церковь, Невеста Христова, реагирует на слова Иисуса. Она реагирует на его определение. Она принимает то, что он говорит. Как Ева, которая не переповторяла то, что сказал Адам. Она приняла то, что сказал Адам. Вот так же в наших взаимоотношениях. Если мы на самом деле соединяемся с Господом, мы начнем принимать то, что мы говорим. И это будет наша часть. Субтитры создавал DimaTorzok